Сейчас у меня на рабочем столе открыт ICQ. К сожалению, это старый клиент, сейчас он не поддерживается. Ну а самое интересное, это, конечно же, пинбол. Пожалуй, одна из моих самых первых игр. Итак, начинаем новую игру. Нажимаем F2. Появляется знакомый волшебный звук. Переходим в полноэкранный режим. F4. Нажимаем на пробел, взводим пружину и поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Артём. Начало 2000-х годов. Это время распространения вот таких вот плёночных фотоаппаратов, DVD-дисков и, конечно же, компьютеров. Да, в 90-х годах тоже стали появляться персональные компьютеры в семьях. Однако, удовольствие это было не из дешёвых, и всё же массовым товаром персональный компьютер не был. В начале 2000-х ситуация постепенно начала меняться. И это история, в которой я расскажу о своём первом домашнем персональном компьютере. Ну, довольно скучно будет, если я просто покажу, собственно говоря, железо, как оно выглядит и так далее. Я расскажу полностью свою историю. Как же я познакомился, в принципе, с персональными компьютерами. Кстати, друзья, если у вас есть интересная история, вы хотите ей поделиться, то вы можете записать даже на YouTube отдельное видео с хэштегом HardTales, можете поставить хэштег. И потом мы все эти видео можем, не знаю, посмотреть, например, на стриме на каком-нибудь и так далее. Мне, в общем, будет крайне-крайне интересно послушать ваши истории, когда у вас появился первый персональный компьютер. Это не обязательно может быть IBM PC совместимый персональный компьютер. У меня компьютер появился довольно поздно, ну и в том числе в силу возраста, как вы видите, я довольно-таки ещё не старый. Может быть, у вас был какой-нибудь компьютер типа Commodore 64, может быть, что-то из даже Amiga, не знаю, Amiga 1000. Ну, мало ли, вдруг так повезло. Может быть, это был компьютер какой-то ZX Spectrum совместимый и так далее. В общем, делитесь, в том числе в комментариях, в том числе в социальных сетях, ставьте хэштег, чтобы я всё это увидел. Мне будет крайне интересно всё это прочитать. Ну, а я начинаю свою собственную историю. Итак, поехали. Как я уже и сказал, рубеж конца 90-х, начала 2000-х годов, это время появления персональных компьютеров в домах. Однако для меня, как я думаю, для многих других ребят, компьютер всё ещё оставался загадкой. Это время, когда я всё ещё играл в Mega Drive 2 от Sega и в 3DO. Даже застал я ещё игровые залы, если вы знаете такие. Да, во всей стране практически их уже давным-давно не было, особенно в европейской части. Это может быть довольно удивительно для тех, кто смотрит сейчас где-нибудь из Подмосковья, из Москвы меня в данный момент. Но у нас всё ещё в 2001 году, в 2003 году до сих пор можно было сходить в небольшой такой подвальчик в доме, заплатить определённую денежку и поиграть на час в какой-нибудь Mortal Kombat MK, в Черепах Ниндзя, в Соника. Я играл на Mega Drive 2, ну а на 3DO почему-то играл я всего лишь в одну игру, это был Капитан Квазар. На самом деле консольная тема – это тема обширная и, наверное, достойна отдельного ролика, и как-нибудь я об этом, обо всём расскажу. И вот стали всё больше и больше появляться компьютеров, средств особо, к сожалению, у родителей не было, и мы, как и многие-многие другие, приходили в магазины и засматривались на CRT-мониторы. Тогда мониторы были, соответственно, трубчатые, как вот этот вот телевизор, там часто крутилось что-нибудь интересное, либо демки каких-то игр, либо, например, запускали сцены из 3D Mark, очень классные по тем временам, и просто они взрывали мозг. Конечно, хотелось компьютер. Но возможности изначально такой не было. У родственников и знакомых в своё время я увидел впервые операционную систему Windows 98, поиграл в некоторые игры, и, конечно же, компьютер ещё больше захватил моё сознание. Впервые с компьютером я стал знакомиться по различным книгам. Вот такая вот книга у меня сохранилась. Это «Краткий справочник школьника», 5-11 класса, издательство «Дрофа». 2002 год. И здесь есть отдельный раздел. Сейчас я вам его покажу. Здесь, кстати, такая символичная закладочка. Это антенна для усиления сигнала у сотовых телефонов. Очень старая тоже вещь, полностью запакованная. Здесь был раздел «Информатика». Информация про самые первые электронно-вычислительные машины, про аналитическую машину Чарльза Бэббиджа и так далее. Конечно, мало что было понятно здесь, в этих различных системах счисления. Тем не менее, было крайне-крайне интересно наконец-то всё потрогать вживую, своими руками. И, наконец-то, возможность такая появилась. И вот, наконец, наступает долгожданный 2005 год. Мои родители, видя общую тенденцию распространения компьютеров и то, что там, в принципе, можно очень много чего делать, отдают меня в Новосибирскую Академию Дизайна и Программирования, сокращённое «Нуда на ДИП». Это такое негосударственное учреждение дополнительного образования. И там я даже получил вот такой вот диплом. Много чего изучал. Отличнейшее время. Очень много хороших воспоминаний. Ностальгии и так далее. Там впервые я познакомился в полной мере с Microsoft Word, с Excel, PowerPoint, Access, конечно же, Photoshop. Конечно же, даже CorelDRAW. Ну, больше всего Photoshop изучали. И анимация в Macromedia Flash. В то время ещё был распространён так называемый Flash-формат анимации. Сейчас о нём уже давно никто не слышал и не знает, что это такое. Я в своё время даже рисовал там простые мультики. Кто-то, может быть, помнит, что были когда-то Flash-игры. Там несколько кнопок, что-то можно было нажимать там. И выполнялись какие-то действия. Вот я такие штуки в том числе и делал. В общем, компьютер для меня в то время открыл невероятные творческие возможности. Ну и, конечно же, базовые азы в программировании в Pascal. Тоже очень и очень интереснейшая тема, когда просто из наборов каких-то функций, каких-то строк можно написать программу. Было просто удивительно. Ну, а после занятий мы собирались группой непосредственно в самом классе. Всё это было в школе. В обычные ребята там снимали, соответственно, помещение. Мы там обучались. Так вот, садились после занятий. И очень часто мы и играли в Quake 3 по сетке. Вместе с преподом. Очень было интересно, весело. В общем, отличнейшие времена. Ну и после того, как я более плотно уже познакомился с компьютерами, мне, конечно же, хотелось заполучить уже компьютер свой собственный. Чтобы в полной мере уже пользоваться им на 100%, так сказать. И вот в очередной раз, бродя по магазинам, был такой магазинчик AirStyle у нас. И ещё был магазинчик Video, назывался. Не путать с N-Video, просто Video. Всё это находилось в городе Бердске, собственно говоря, я здесь и живу. Это Новосибирская область. Второй город по численности в области после Новосиба, соответственно. Так вот, наступает 26 марта 2006 года, когда у меня наконец-то появляется первый компьютер. Свой собственный. Сейчас перед вами вот такая вот книжица. Это мой самый первый монитор. Монитор у меня уже был LCD-шный. Deo. Моделька HL711, по-моему, насколько я помню. Ну, сейчас посмотрим. Здесь возможные предостережения. Вот такие вот прикольные картинки. Есть информация на русском языке, но это не столь важно. И вот тот самый гарантийник. 26 марта 2006 года. Именно в этот день у меня появился компьютер. Мониторчик называется HL711S. То есть прошло уже 14 лет. Ровно 14 лет. К большому сожалению, остальная документация к компьютеру не сохранилась. Возможно, где-то лежит, но я, к сожалению, не нашел. То есть там список непосредственно всего железа и так далее. Ну, монитор покупался вместе с компьютером, поэтому, соответственно, дату я появления первого компьютера знаю. Как сейчас помню, монитор был довольно дорогой. 8120 рублей он стоил. Дорого. И сам системный блок стоил около 20000 рублей. Бралось все в кредит, поэтому бюджет, так сказать, был ограничен. Что же, теперь немножко поговорим о железе. В качестве центрального процессора был выбран вариант Intel Pentium 4. Да, я прекрасно знаю сейчас, что это не самый был оптимальный вариант. Намного лучше было собрать на AMD. Но, во-первых, в то время Intel Pentium был более раскрученным. Во-вторых, в любом случае, ну куда я бы использовал ту самую производительность дополнительную от AMD. Тогда не было распространено, например, монтирование видео в высоком разрешении, фотографии, не знаю, по 20, 30, 40 мегапикселей обрабатывать и так далее. В общем, мало куда можно было применить мощь центрального процессора. В отличие от сегодняшнего времени. Материническая плата это Gigabyte GA915PLG, 915 чипсет. Два слота под оперативную память стандарта DDR2. Кстати, материнка очень интересная. Можно увидеть то, что точки пайки есть для четырех слотов. Это есть отдельная версия материнской платы. У меня же именно с двумя слотами под оперативную память. Так как это уже более-менее современная материнская плата, то здесь впервые появляется интерфейс SATA для жестких дисков и CD-DVD-приводов. В том числе и сохранен обычный стандартный интерфейс. До этого времени, который использовался, это IDE-интерфейс. Ата, так называемый. В качестве оперативной памяти используются две плашки. PQi называется. Причем, самое интересное, каждая плашка по 512 мегабайт в сумме 1 гигабайт. Это довольно неплохо по меркам 2006 года получить 1 гигабайт оперативной памяти. Жесткий диск Seagate на 120 гигабайт. Разумеется, SATA жесткий диск. В качестве DVD-привода использовалась модель от NEC ND3550A. Кстати, очень интересно, что при помощи прошивки данный привод ND3550A прошивался в более старшую модель и получал там некоторые дополнительные фишки. Конечно же, в комплекте еще был FDD-привод. Привод для гибких дискет. Фактически, конечно, 3.5 диски уже не гибкие, но называли их по-старому floppy диск. Для графики использовалась видеокарта GeForce 6600, то есть это шестая серия NVIDIA. Для питания блок питания PowerMan от NWIN на 300 ватт и корпус также от NWIN. Мониторчик вы уже знаете, периферия Genius. Клавиатурка K639 до сих пор прекрасно себя чувствует в идеальнейшем состоянии. Мышка у меня была NetScroll 120, серебристая версия. К сожалению, мышка не сохранилась. Сейчас я использую другую версию. Это NetScroll 100, также от Genius. Выглядит немножко по-другому. Ну и, насколько я опять же помню, ощущается также по клику немножко по-другому. Хотелось бы, конечно, заполучить оригинальную мышку. Ну и колоночки также Genius. Кстати, я только что упоминал про дискеты. Также не удивляйтесь, для многих, наверное, будет удивлением то, что до сих пор еще использовались floppy дискеты в 2006 году. Да, я застал этот момент и очень-очень этому рад. То, что использовал в том числе дискеты, это какое-то взаимодействие с историей, с компьютерной в том числе. Создавал там я различные загрузочные диски, диски для восстановления операционной системы. Операционка на компе была Windows XP, 32-разрядная. Даже сохранилась у меня вот такая вот коробочка от моих самых первых дискет. Это Fujifilm. Угадайте, что находится внутри, вот сквозь окошко. Возможно, уже кто-то догадался. Конечно, дискет здесь нет. Это дискеты более современные. Здесь у нас сейчас хранятся шашки. Это так вот необычно. Ну, а чтобы более подробно разобраться с тонкостями операционной системы, различных конфигураций, настроек, базового софта, мной были приобретены вот такие вот самоучители. Отличнейшая вещь. Автор Александр Левин. Просто гениально он писал эти книги. Простой язык, не сухой, не технический. Какие-то шутеечки, какие-то прибауточки и так далее. Все в тему, все классно разложено по полочкам. До сих пор даже иногда перечитываю. Просто это интересно читать, друзья. Да, такое бывает, что самоучитель, причем довольно старый, по уже неактуальному программному обеспечению, тем не менее читается просто на ура. И много ностальгических воспоминаний. Книга сама, сейчас я вам скажу, какого года, 2006-го. Именно после появления компьютера сразу же у меня появился данный самоучитель. Давайте что-нибудь посмотрим. Установка Windows. Windows без мышки. Если у вас нет собаки. Вот уже даже прикольный заголовок. В общем, отличнейшие книги. Александр Левин. До сих пор считаю, как неудивительно. Давайте посмотрим тираж. 50 тысяч экземпляров, друзья. 2006 год. Сейчас книг, наверное, в таком экземпляре практически не печатают. Следующая книжка, которая у меня появилась, это самоучитель полезных программ. Тоже Александр Левин. Также замечательнейшая подборка необходимых различных утилит, софтин полезных и так далее, и так далее. Тоже 2006 год. Тоже прекраснейшим языком все написано. Не муторно, не занудно. Замечательнейшие книги. Вот этим книгам я очень-очень благодарен самому Александру Левину. Сейчас, к сожалению, к большому время самоучителей и вот таких вот печатных прошло. Но, тем не менее, хорошие были времена. Эти книги я храню и буду их хранить в будущем. Также примерно в это же время у меня появляется вот такой вот журнал ПК просто от Диагостини. Второе издание. Вот так вот все это выглядит. Тоже классная штука. Не знаю, почему не было у меня других номеров вообще, как этот номер ко мне попал. К сожалению, плохо помню вот этот момент почему-то. Хотел бы, кстати, всю подборку эту собрать даже сейчас. Просто интересная ретроспектива. В общем, тут у нас самый такой вот мини-журнал. И дальше можно было разделять по папкам все это дело. Вот тут, например, интернет. И здесь какие-то полезные ресурсы, например, по кинофильмам, куда можно заходить, смотреть информацию про кино, про игрушки, например, что есть интересного. В частности, здесь вот про шахматы рассказываются, какие интересные можно себе установить, поиграть. Различные дополнительные утилиты, в частности, например, автозамена каких-то различных слов, переключение, автоматическое переключение, раскладки и так далее. Keyboard Ninja называется приложение. Короче, классная очень вещь. Тоже мне вот эта вот штука помогла посмотреть, что есть какие-то дополнительные утилиты, которые позволяют расширять функциональность операционной системы и так далее. После появления компьютера, как я уже и сказал, я активно учился в Новосибирской академии дизайна и программирования еще с 2005 года. И вот такая моя небольшая дипломная работа сохранилась. Это работа в Macromedia Flash с Flash-анимацией, как я уже и в начале ролика говорил, то, что я создавал простую Flash-анимацию, тем не менее, было очень-очень интересно. К большому сожалению, сам файл не сохранился у меня. Он хранился на флешке и с флешкой приключилась беда. В общем, она перестала определяться и, к сожалению, файл утерян. Но остался вот такой вот бумажный вариант. Это как бы я защищался. Здесь описываю, что такое Macromedia Flash. Создавал все эти вот сами картинки, вырезал, распечатывал, оформлял в Word. Значит, вот такой сценарий. Начало ролика. Распускаются цветы. Из дупла дерева вылетают пчелы, которые садятся на цветы. Затем начинает идти дождь. Солнце, которое находится на небе, уходит за горизонт. И цвет фона постепенно меняется. То есть, у нас темнеет. От светлого к темному. При появлении дождя на земле видны малозаметные всплески воды от капель. На небе появляется облако и молния. Пчелы постепенно улетают от дождя обратно в дупло дерева. После того, как пчелы улетели, на сцене появляются ежи. Они плавно проходят от начала до конца. И при этом на дереве вырастают яблоки. И гриб на земле. Одно яблоко, растущее на дереве, падает на спину самому первому большому ежу и конец ролика. Показать бы вам это все вживую, но, к сожалению, как я и сказал, файл утерян. Вот вся анимация, как я здесь все это простраивал. Вот пчелка, пожалуйста, машет крыльями. Соответственно, все это заанимировано. И, соответственно, есть движение крыльев. Вот всевозможные дополнительные рисунки, молния, цветочек и так далее. В общем, для меня это крайне-крайне дорого. До сих пор храню с 2007 года. Изначально я интернетом не пользовался. Прошло около 9 месяцев и был приобретен вот такой вот модем с функцией факс-модема. Называется Accorp Sprinter 56. Давайте откроем. Это именно модем, друзья, вы не ослышались. То есть подключается все это в телефонную сеть. Дальше происходит дозвон. И, собственно говоря, мы в сети интернет со скоростью до 56 килобит в секунду. Такая вот брошюрочка. Две версии 92 и 90 есть. Два разъемчика линия и телефон. Куплено все это сейчас я вам скажу 23 ноября 2006 года в магазине R-Style в Берске за 455 рублей. Не удивляйтесь, друзья, не везде еще в то время был широкополосный интернет. Не надо мне сейчас про это писать. Вот так вот выглядит сам модемчик. линия и телефон под разъемчик PCI. Вот так вот все у нас выглядит. Подключать я не стал, поскольку смысла нет. Сейчас мы уже никуда не выйдем. Не зря, наверное, здесь вот вы видели наклеечку вот такую вот Roll твой интернет. Интернет-карта в подарок. В интернет входили при помощи покупки интернет-карточек. Дальше на сайте Roll их нужно было активировать. Разный был номинал. Сохранилась у меня вот такая вот брошюрка в отличном состоянии. Несколько было различных вариантов. Номинал 5RU, 10RU, 20RU. RU это не рубли, как вы могли подумать, это доллары. Поэтому все это стоило недорого. К тому же доступ был по часовой. Вот здесь вот у нас есть информация за 10RU карточку за 10 долларов вы получали 20 часов доступа. За 20RU 20 долларов 50 часов доступа. Как вы понимаете, время тратилось очень-очень быстро. Страницы медленновато загружались. Даже для интернета того времени, я имею ввиду для сайтов того времени, корректнее сказать. Выглядели они намного проще, чем сейчас. В общем, какое-то время я пользовался именно вот таким коммутируемым dial-up интернетом. Чуть позже, буквально, наверное, меньше, чем через год, у меня появился ADSL 2 плюс модем в Сибирь телекома. Потом они уже стали рост телекомом. В общем, это не важно, не суть. Технология также позволяет передавать пакеты данных через обычную телефонную сеть. Однако, там все намного проще. Во-первых, телефон не занят во время когда мы подключаемся. Во-вторых, скорость намного намного больше. Если здесь до 56 килобит в секунду, то там уже можно подключаться мегабитами. Однако, и там все не было совсем уж гладким. Был по-мегабайтный тариф. Опять же, друзья, вы не ослышались, по-мегабайтный тариф. Соответственно, за каждый мегабайт нужно было платить пакетами. И только уже после этого у меня появилась возможность в полной мере пользоваться интернетом уже безлимитно. Это, наверное, где-то год 2007, ближе, наверное, даже к 2008. Как я только что уже рассказывал, после покупки компьютера сразу же у меня интернета своего не было. Однако, для нужд школы, для подготовки докладов, рефератов, мне нужно было искать те или иные документы, да еще и распечатывать их. Своего собственного принтера у меня также не было, он появится только в 2010 году. Так вот, я пользовался услугами провайдера на почте в почтовом отделении. Можно было прийти, заплатить денежку, сесть за компьютер, найти нужный документ, распечатать его на лазерном принтере, что-то вроде такого мини-интернет-кафе. Ну, а чуть позже, когда интернет стал более распространенным, когда цены на тарифы стали стремительно снижаться, то и популярность таких заведений также стала заметно падать. Ну, друзья, перемещаемся наконец-то к компьютеру, включаем, запускаем сначала звук, включаем монитор и нажимаем на кнопочку старт. Происходит запуск, не обращайте внимания, будет, разумеется, шум, блок питания довольно шумные у меня. На матрице есть монитор небольшие подтеки, также не обращайте на это внимание, возможно, есть какая-то проблема с верхней пленочкой, с этой, а в целом монитор прекрасно до сих пор работает, никаких проблем не замечено, все замечательно, кроме вот этих вот небольших подтеков. Итак, ждем, пока у нас все загрузится, корпорация Microsoft, тот самый логотип, Microsoft Windows XP, синий такой прогресс бар бегает, и ждем, 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 и скоро у нас будет старт. Специально я именно запустил систему, пришлось немножко подождать ради вот этого вот звука, долгожданного, знаменитого. Итак, что у нас здесь есть? Поставил те самые программы и приложения, которыми я пользовался в свое время. Так, здесь у нас есть некое оборудование новое, оно нам не нужно сейчас. Так, ну давайте запустим что-нибудь интересное. Тот же, например, Photoshop. Это Photoshop CS. Еще восьмая версия, старая, добрая. то есть очень-очень старая, вот так вот красивые такие перышки здесь у нас на загрузочном окне. Откроем файлик, здесь кое-что уже сделал, вот такую вот небольшую имитацию штрих-кода, вспомнил, как делаются все эти эффекты и так и так далее. Ну, в принципе, в общем и целом, несмотря на то, что Photoshop сейчас ушел очень-очень далеко вперед, но все инструменты, в принципе, знакомые, и большинство таких базовых операций здесь можно вполне себе делать. И ретушировать, и создавать различные эффекты, накладывать фильтры и тому подобное. Ну, еще раз приятно вспомнить, как раньше программное обеспечение выглядело в старых версиях. Итак, что еще посмотрим? Ну, разумеется, Macromedia Flash это восьмая версия, я работал даже, по-моему, в пятой, если я не ошибаюсь, или в седьмой, точно уже не помню. Ну, и в восьмой также я, конечно же, также работал. Итак, открываем файлик, здесь есть вот такая вот простая анимация, анимация шарика. Вот я ее сейчас запустил, то есть он у нас ускоряется, отскакивает и снова идет наверх. Такая довольно простая анимация. Тем не менее, опять же, вспомнил, как я в свое время все это создавал, намного более сложные вещи. Это Macromedia Flash Professional версии 8. Сейчас уже, как вы знаете, Flash полностью не используется, но в то время до сих пор еще можно было создавать очень интересные интерактивные элементы с помощью Flash и Flash анимации, в том числе с применением различных скриптов. нет, мы не сохраняем. В то время также я увлекался созданием сайтов, для этого я использовал обычные текстовые редакторы для написания HTML непосредственно кода, а также вот такие вот программки. В частности, это Dreamweaver 8, также от компании Macromedia. В качестве мультимедийных приложений я использовал классический VNAMP всем известный. Давайте сейчас его открою. Это VNAMP версия 5.3, насколько я помню, это последняя версия VNAMP такого вот классического для XP имею ввиду. Так, ну и давайте запущу что-нибудь. Вот тот самый VNAMP, когда он все еще до сих пор процветал, но потихонечку уже, конечно же, шло дело к угасанию VNAMP, к большому сожалению. Здесь у нас эквалайзер, можем все регулировать, слушать также аудиодиски, то есть непосредственно с привода локальные файлы. Чуть позже даже появилась возможность воспроизводить видео файлы, и в общем VNAMP уже позже уже не был просто классическим плеером. Классное тоже приложение, до сих пор кстати на Windows 10 использую VNAMP. Поэтому я до сих пор от VNAMP не отказался. Кроме VNAMP, я еще и слушал музыку через стандартный проигрыватель Windows Media. Давайте зайдем в библиотеку и послушаем какой-нибудь классический трек. Пожалуйста. Сделаем потише. Вот такая вот визуализация. Здесь все это можно было настраивать, довольно необычно выглядит. Можно даже это все сделать в полноэкранном режиме. Так, почему-то не запустилось. Вот так. И дальше можно также выйти. И сейчас уже Windows Media Player практически, наверное, не используется. В основном музыку сейчас слушают онлайн. Но однако я предпочитаю в том числе прослушивание до сих пор локально музыки, как я уже и сказал, в том числе и с помощью плеера VNAMP. Ну а сейчас перемещаемся поближе к панели задач. Снимаю именно все с помощью видеокамеры, поскольку карты видеозахвата у меня, к сожалению, нет. Итак, я активно пользовался вот такой вот утилитой. Это True Lunch Bar. Очень интересная вещь. В общем, мы получаем вот такую небольшую панельку на нашей панели задач. То есть мы ее просто включаем, выбираем здесь в панели инструментов True Lunch Bar и, соответственно, он у нас отображается. Вот сейчас я его закрыл. Сейчас снова открыл. Итак, что мы можем здесь делать? Мы можем здесь создавать кастомное меню. Очень-очень крайне удобная фишка. Ну, например, у меня есть вот такая вот папка. Это мои рисунки. Сразу же я здесь вижу миниатюры фотографии, вижу папки с эскизами. При этом я никуда не захожу непосредственно в мой компьютер, на диск. Сразу же отсюда я могу все это дело открыть в стандартном приложении, которое выбрано для просмотра тех или иных файлов. Разумеется, меню могут быть многоуровневыми, сложными и так далее. Можно создавать вот такие вот дополнительные менюшки, например, работа с графикой. Здесь у меня Photoshop CS, Macromedia Flash 8, Dreamweaver 8. То есть вот такие вот сложные вложенные списки. На самом деле здесь все просто у меня сделано. Можно здесь наворотить вообще очень-очень функциональное меню, плюс еще доступны различные дополнительные плагины, например, выключение компьютера. То есть выключить, перезагрузить, выход пользователя. Сразу же в один список мы можем все сюда выводить и быстренько делать то, что нам нужно. Плюс ко всему здесь же находится у нас кнопочка свернуть все окна. Также удобно. Нажимаем все сворачивается. Нажимаем снова разворачивается. Дополнительные плагины, например, выдвижение лотка DVD-дисковода автоматическое и все, что нужно здесь можно настраивать, использовать, подключать, кстати, горячие клавиши для запуска, того или иного объекта, для открытия программы, поскольку здесь мы можем размещать ярлычки и так далее. Очень функциональный плагинчик в свое время был TrueLunchBar. Итак, следующая утилита, которой я активно пользовался, это DirectFolders. Можно перевести как прямая папка. Что это такое? А здесь в верхней части окна у нас появляются дополнительные кнопочки. Сейчас я вам их приближу и покажу. Вот они. На самом деле кнопок здесь появляется четыре, но те две не очень функциональные, я оставил только две. Что мы здесь получаем? Список переходов в различные папки, что-то вроде избранного. Вот кнопочка с часами показывает нам те папки, которые мы посещали в последнее время, и мы можем сразу же перейти, ну, например, 3DMark 2001SE. Пожалуйста, мы здесь находимся. При этом не нужно рыскать где-то по проводнику, что-то искать и так далее. Есть небольшой баг, кнопки иногда пропадают, но просто вот так их можно активизировать. Итак, следующая кнопочка, сюда мы уже кастомный пункт добавляем. Например, папки, в которой мы часто что-то сохраняем, где у нас лежат какие-то важные проекты, важные документы. Например, мой первый ПК, это сетевая папка. Например, мои документы. Здесь, кстати, у меня есть фишка. Это картинка. В свое время я вставлял вот такие вот картинки. Делается это при помощи редактирования файла Desktop.ini в корне папки. И можно вот таким вот образом кастомизировать свои папки. В операционной системе Windows XP каких-то дополнительных, к сожалению, опций нету. То есть именно средств операционной системы для работы вот с такими вот картинками. Но можно все это отредактировать при помощи файла, как я сказал, Desktop.ini, либо использовать стороннюю какую-либо утилиту. Вот так прикольно кастомизировать свои папочки. Плюс ко всему есть интересный пункт, называется он Applications. И для каждого приложения, например, вы работаете в Word, вы работаете в Photoshop и так далее, можно задать папку для сохранения документов по умолчанию. То есть это также очень-очень удобно. И здесь есть вот такой вот список, какая папка будет открываться при сохранении файла. Собственно говоря, папка по умолчанию, которую выбирает само приложение, последняя посещаемая папка пользователем, либо специальная пользовательская папка. То есть вы можете все это очень быстро выбирать, без того, чтобы опять же лазить где-то там по диску. В качестве информационной утилиты я использовал Everest. Вот такой вот красивый прозрачный корпус появляется на заставке. Здесь мы можем посмотреть всю информацию о компьютере, что, как и почему. Посмотреть температуры. 38 градусов температура центрального процессора сейчас. И 45 градусов жесткий диск. Вот такие вот температуры. Разумеется, я пользовался также и Microsoft офисным пакетом Microsoft Office 2003. тем же например Word пожалуйста. Сейчас непривычно видеть вот такой вот интерфейс Word. Но когда-то относительно недавно он именно таким и был. Можем открыть документ. Здесь я как только всю систему настроил и собрал, написал вот такой вот текст. так что действительно очень много воспоминаний. Много, очень много было отредактировано документов в Microsoft Word 2003. И в целом офисным пакетом я много пользовался. Например, сейчас скажу чем конкретно. Это конечно же Access. Microsoft Access 2003. То есть здесь можно создавать работать с такими базами данных, создавать интересные взаимосвязи, выборки и так далее, и так далее, и так далее. Тоже очень функциональная программа. Ну что же, теперь поговорим немножко про игры. Какие же игры у меня были установлены. Это конечно же первый Far Cry. Это Call of Duty 2. Doom 3. Fear. Очень интереснейшая игра. Дальше Second Sight. Сейчас вам даже покажу диск. Вот такая вот игрушка Second Sight. Про человека, который в результате различных экспериментов стал обладать сверхспособностями, телекинезом и так далее, и так далее. Вот такой вот диск Second Sight. Классная очень игра. Главный герой там Джон Веттик. И вот как раз мы играем за него. Вначале он ничего не помнит. И собственно говоря мы продвигаемся по сюжету. Самая первая игра моя, одна из самых первых вернее на диске. Это лицензионный диск, что он в комплекте с видеокартой. Так получилось, что компьютер у меня несколько раз ломался и мне меняли соответственно железо. У меня была видеокарта сначала от MSI, потом от ASUS, ну а потом снова от MSI. И вот также у меня еще в комплекте появился такой вот диск, это Tomb Raider Anniversary, также в нее играл. Вот так выглядит сам диск. Ну а самый первый мой диск это вот такая вот самописная балманочка DVD-R. Здесь как раз я впервые познакомился с игрой Far Cry с самой первой частью. Кроме этого, разумеется, играл в Quake 3, в Sirius M2, вы видите ярлычки на рабочем столе, Crash Day, Panzer Elite Action, игра про танки. Была еще игра Evolution GT, на самом деле не очень интересная это гоночки, в свое время покупал диск с какой-то стратегией по Звездным Войнам, сейчас уже не вспомню, там были проблемы с запуском, поменял на гоночке Evolution GT, но на самом деле игра неинтересная и довольно плоская. В касте гоночек я играл в World Racing 2. Такая довольно неплохая игрушка для своего времени. Ну, а чуть позже я играл в Need for Speed, в частности в Need for Speed Carbon, единственная часть, к сожалению, в которую я играл. Нужно будет все-таки ознакомиться со старыми именно играми серии Need for Speed, но играл в Carbon, а это уже не каноничная часть, так сказать. И самые глазастые наверное заметили, то что у меня здесь есть ярлычок Crysis, да-да, действительно, на Pentium 4, на GeForce 6600, с одним гигом оперативной памяти я прошел Crysis на минимальных настройках, на разрешении 800 на 600. Было и такое. Впрочем, это наверное отдельная история, может быть запишу видео про это. Ну и конечно же отдельно хочется рассказать про Mafio, первая Mafia, легендарная игра. У меня есть вот такой вот диск, пиратка интересная. Сейчас отдалю. Mafia на русских машинах с установленным модом, двухдисковое издание, самое прикольное здесь конечно же описание, можете его прочитать. Новейшее обновление сверхпопулярной игры, ушлые русские мафиози не только прибрали к своим рукам власть в криминальных районах Америки, но и притащили в штаты русские машины. Ну и так далее, здесь всякая отсебятина, очень всегда интересно читать, описание на коробках с нелицензионными играми, пираты здесь порой прям очень-очень веселые описания вставляли. Да не порой, а наверное всегда. Никогда описание с игрой практически не совпадало. Здесь какие-то УЗИ, или УЗИ правильно наверное говорить. Разумеется никаких УЗИ здесь нет, используется классическое оружие, Томпсоны всякие и так далее. Ну а тачки действительно наши, Волги всякие и так далее. здесь у нас еще такое забавное описание, которое касается играбельности, которая переработана. На самом деле есть миссия, где невозможно ее пройти, поскольку вы проезжаете на газельке, а у газельки кузов, и попросту невозможно проехать. Миссия есть в гараже, перестрелка там, мне приходилось потом лишние файлы с русскими тачками убирать, чтобы собственно говоря дальше играть. Такая особенность данного мода данного диска. Ну а для того, чтобы эмулировать те или иные диски, например, диски с защитами, я использовал утилиту Алкоголь 120, всем известную, здесь можно создавать различные виртуальные приводы, монтировать образы, копировать диски и так далее. Также интересная очень утилита. Для почты использовал программу TheBat, Total Commander для работы с файлами, двухпанельный менеджер, но я думаю, что в представлении он не нуждается, я думаю, что примерно все с ним знакомы. Ну и самое, наверное, интересное, о чем стоит рассказать, это утилита RivaTuner. С утилитой RivaTuner для тонкой настройки видеокарт, для разгона я познакомился еще в 2005-2006 году, до того еще, как у меня появился даже свой собственный компьютер. Есть у меня вот такой вот журнальчик, это журнал Radio, я думаю, что он многим известен, издавался он очень-очень давно, еще и в СССР. Это девятый номер от 2005 года, к сожалению, вот такой вот он у меня немножко в разбитом состоянии, но журнал это именно мой. Он у меня сохранился. И здесь, ну, кто знает, тому объяснять не нужно, публиковались интересные материалы по радиолюбительству, по доработке каких-то определенных электронных схем. Здесь вот статья про лентопротяжные механизмы магнитофонов. Так, и давайте сейчас я вам найду интереснейшую заметку, где я впервые как раз и познакомился с этой программой. Пожалуйста, разгон видеокарты. Автор Кисляков, Димитров град, Ульяновская область. Здесь у нас изображение видеокарты с таким вот модифицированным гигантским кулером. Можете это все посмотреть. Инвидиевская видеокарта GeForce 4MX и вот здесь пользователь с помощью как раз разгона смог довольно неплохо поднять производительность видеокарты. И вот впервые тогда я и узнал, что есть такая утилита под названием RivaTuner. RivaTuner позволяет тонко настраивать видеокарту. В частности, мы можем перейти в низкоуровневые системные настройки, выбрать здесь опцию произвольные блоки, нажимаем применить настроить. Открывается дополнительное окошко, где мы с вами можем управлять пиксельными блоками и вершинными блоками. Конвейерами. Извиняюсь. Насколько вы знаете, раньше не было унифицированных шейдеров, как сейчас, например. У NVIDIA они появились начиная с 8-й версии видеокарт. GeForce 8, 8800GT, 8800GTX, GTS и так далее, и так далее. Так вот, можно было взять какую-нибудь видеокарту типа GeForce 6200, например, и попытаться задействовать дополнительные отключенные блоки и превратить эту видеокарту в 6600, в полноценную. С помощью как раз Riva Tuner. Хорошие были времена, сейчас такие модификации попросту невозможны. Да, иногда там что-то можно с биосом попрошивать его, например, как это, например, делали там с Vega 64 и так далее, Vega 56. Но это редкость, а в то время довольно частенько можно было разблокировать блоки. Не всегда они были работоспособными 100%, но частенько можно было получить бесплатную производительность. Ну и в завершение я хочу рассказать о 3D-марках, тесты 3D-марк 2001, 2005 версия у меня также была установлена. В 2001 версии вот этот вот замечательный ролик Max Payne а-ля даже Матрица эта. И там вот эта эпичная сцена, где практически она повторяет Матрицу. Очень классная сцена. В свое время я ее видел еще тогда, когда у меня компьютера не было. В магазинах включалась демка. Просто супер. Что же, друзья, на этом заканчиваю видео. Это была моя история о первом персональном компьютере. Обязательно, как я и говорил в начале этого видео, делитесь своими историями в комментариях, в социальных сетях. Возможно, даже записывайте видео, выкладывайте на YouTube, если есть навыки. Хэштег можете поставить, чтобы я увидел HardTales. И обязательно я все посмотрю. Мне будет крайне-крайне интересно. В том числе рассказывайте о софте, об играх, о первых, в которые вы играли и, соответственно, софт, которым вы пользовались. Также крайне будет интересно все это прочитать. На этом моя история закончена. Это игра American Chopper. Если помните, была такая передача, где отец с сыном собирали Chopper. Вот как раз это под этой франшизой. Здесь мы играем за байкеров, прокачиваем мотоциклы, проходим разные миссии. Довольно неплохая, кстати, игрушка. Сейчас моя миссия уехать от этих злых байкеров, которые орут. Ну, а по пути, чем ближе я к машинам подъезжаю, тем больше очков зарабатываю. Что ж, на этом все. До встречи в следующих видео. Если вам был этот формат интересен, также отпишитесь. Буду обязательно продолжать. Но я тем временем еще немножко поиграю. И пока!